Лучше поздно, чем никогда. Украина начнет вакцинацию против коронавируса уже в феврале. Первые вакцины поступят через две недели. Получение 117 тысяч доз вакцины производство компании Pfizer-BioNTech уже подтверждено. Также подтверждена поставка вакцины компании AstraZeneca ориентировочно до 3 миллионов препаратов. Вакцинировать будут в пять этапов. В первые четыре попадают медработники, военные, правоохранители, спасатели и педагоги. Кабинет министров согласовал план-график на 2021 год по вакцинированию населения Украины. В первую очередь, начиная с февраля месяца по апрель месяц, будут вакцинироваться медицинские работники. Согласно информации, которую мы сегодня имеем, это будет вакцина Pfizer, которая будет поставляться по международной программе. Затем будут идти другие категории, это военнослужащие, силовые структуры и так далее. И обычные граждане попадают по графику где-то аж на ноябрь месяц ориентировочно. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинская сторона готова приобрести излишки вакцин от коронавируса в странах Европейского Союза. В свою очередь, глава Минздрава Германии Йенс Шпан предупредил, что его страну ждут 10 тяжелых недель из-за нехватки вакцин. Ведь полный курс вакцинации состоит из двух прививок. Вакцинация проводится в два этапа. Двухкомпонентная вакцина. Изначально по протоколу, по перерыву между первой и второй вакциной, должен составлять порядка 3-4 недель. Сегодня страны, такие как Великобритания, Канада, ощущая нехватку вакцин для проведения второй вакцинации, они сегодня удлинили срок повторной ревакцинации до 12 недель. Соответственно, те страны, которые получают препараты во вторую очередь, будут во многом зависеть от того, насколько, как это будет реализовано, прежде всего, в тех странах, которые находятся в первой линии. Специалисты советуют подаваться панике, воспринимать всерьез. Огромный поток информационной антипрививочной пропаганды не стоит. Опыт передовых стран, в которых уже полным ходом идет вакцинация, показывает, что прививка работает и риски летальности минимальные. Сегодня надо рассматривать вопрос через призму другую. Нужно смотреть риск вакцинации и риск невакцинации, что выше. На мой взгляд, невакцинированные люди сегодня подвергают себе большей опасности, чем вакцинированные. Тот опыт вакцинации, который прошли уже такие крупные страны, лидеры по вакцинам, допустим, как Израиль, Великобритания, где уже большой охват населения, 30-40% уже имеют, показывают, что осложнения от введения вакцин минимальны. То есть они, в принципе, соответствуют той же статистике, которая делается против других вакцин. Вопрос только в том, что человек, который не вакцинирует, если он заболеет, в какой форме и какие риски и угрозы жизни несет эта болезнь. Продолжение следует...